Сегодня еще и день важного символа у нас в России, балалайки. Но кто Россию не ассоциирует с этим народным инструментом? А в последнее время он приобретает новые значения и трактовки. Я, например, ассоциирую только с одним человеком балалайку. Это Константин Балайских, балалайшник-виртуоз. И давайте с ним познакомимся поближе. Константин, привет! Доброе утро! Доброе утро всем! Ну, вы знаете, я ожидала, что я такая увижу богатыря касаясь с усами. Да, да, что-то такое. Этна. А тут представят такой молодой, позитивный, симпатичный молодой человек. Похожий на какого-то такого, знаете, рокера а-ля Русс. Я бы так сказала. Это вы подбирали свой образ? Или так все само сложилось? Ну, долго искали его? Или так все само сложилось? Да, просто так совпало. Я приехал костюм, она мне говорит, давайте вам сошьем вот такой. Я говорю, ну, давайте. Ну, круто, очень идет вам. Идет такой цвет и орнамент, все, вот эти огурцы очень классно ложатся. Огурцы, в смысле, они называются. А, я думаю, в картины. Ничего не знает он. Да, это не стоит. Хорошо. Константин, скажите, вот балалайка, я играю на гитаре. Насколько... А вы играете на гитаре? Да. А на чем сложнее научиться играть на балалайке или на гитаре? Вот тем более вы, как эксперт, уже можете сказать... Сравнить. Ну, вы знаете, вообще, на самом деле, смотря чему вы хотите научиться, вот, ну, конечно, элементарные какие-то вещи можно научиться и на балалайке, и на гитаре играть. Ну, а если как бы осваивать инструмент полноценный, на профессиональном уровне, то любой инструмент требует больших усилий для того, чтобы он молодец. Ну, осваивая гитару балалайки, я могу сказать, что гитару, конечно, сложнее. Особенно, если говорить о классической гитаре. Сложнее даже? А каверы какие-то современные играете? Вообще, что в репертуаре именно балалайшном у вас? Ну, у меня, естественно, наши русские народные мелодии, различные папуришки вот на эти темы. А также, ну, естественно, я играю всякие там каверы на папури 80-х. Ну, в общем, супер-ретро-хитки какие-нибудь там 80-х, 90-х. Ну, вот недавно приготовил тут еще несколько интересных композиций, но вся эта наша обстановка не дала мне их довести, так скажем, до ума, только смог записать, но вживую пока сыграть, наверное, не смогу. Ну, ничего, время придет, мы сможем, я думаю, оценить этот момент. Извините, я сейчас буду зрителям, которые вот в зале стоят и говорят, просим, просим что-нибудь, пожалуйста, сыграйте нам, удивите нас своей игрой. Ну, я могу сыграть с фонограммой, могу сыграть без фонограммы. А можете пару, да, показать? Что это такое? Это какая-то супер-версия новая? Ну, как говорят в простовороде, это дырявая биомалка. Угу. Дырявая. Ну, давайте послушаем, я небольшой кусочек сыграю, наверное, до конца не буду, если надо будет, остановите меня, ладно? Да, мы в танцы бросимся. Слышно, да? Да! Наташа, остановись! Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете в студии? Играет музыка Слушайте, ну вот это же просто мы забыли подчеркнуть, что наш гость это же виртуоз, кроме того, что он музыкант и это действительно очень высокое исполнение. К сожалению, приходится немножко его перебивать, это некрасиво и не хочется делать, но время эфира подходит к концу и мы хотели сказать Константину огромное вам спасибо за вашу мини-презентацию. И знаете, что самое любопытное? Вот когда виртуозы играют, это же сложно на самом деле, но глядя на них, вот обратить внимание, кажется, что это так легко. Когда человек играет, ему приносит это действительно гигантское удовольствие. Кажется, что ты вот просто вырвешь у него балалайку из руки, да, и так же начнешь. Но нет, нет, этому нужно учиться, друзья. Что ж, спасибо вам огромное. Я по пацанячей хочу сказать, офигенно.